Здравствуй, в эфире субботняя информационная программа «Вести» Карачаева-Черкесия, студия Карча Биджиев. Площадка для развития навыков программирования и бизнес-аналитики в Карачаеве-Черкесии впервые открылся молодежный проект на офис. Площадка для развития навыков программирования и бизнес-аналитики в Карачаеве-Черкесии впервые открылся молодежный проект на офис. Площадка для развития навыков программирования и бизнес-аналитики в Карачаеве-Черкесии впервые открылся молодежный проект на офис. Именно здесь молодые люди смогут получить знания основ бизнеса и социального проектирования. О том, как будет вестись обучение в новом проектном центре и кто может принять участие, узнавал Алихан Лепшоков. На сегодняшний день подобные площадки очень даже востребованы. Молодежь активно готовит проекты и защищает на различных федеральных и грантовых конкурсах. Но часто у многих молодых людей возникают вопросы в плане грамотного оформления своих проектных идей. Руководитель молодежного проектного офиса Расим Попшов отметил, что сегодня ведется разработка образовательных программ в двух направлениях, которые стартуют уже в следующем месяце. По динамике, которую мы видим, она, естественно, положительная. С каждым годом все больше и больше людей у нас подается на гранты Росмолодежь. Но наша задача стоит в том, чтобы обучить грамотно писать проекты. То есть, чтобы у нас был не факт заявки, а факт того, что люди выигрывают данные проекты. На данный момент ведется подготовка программы обучения совместно с экспертами. Мы уверены, что наш проектный офис откроет новые возможности для талантливой молодежи республики. Создается образовательная программа по двум направлениям. Это бизнес-проектирование и социальное проектирование. Как только с ведущими экспертами будет составлен план обучения, мы уже на сайте министерства опубликуем ссылку, по которой люди могут зарегистрироваться. И любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет может обратиться к нам. В виде исключений, если есть люди, которые по бизнес-проектированию хотят обучиться, мы также будем делать исключения. С выше 35 лет тоже будем людей принимать. Но у нас основная целевая аудитория является от 18 до 35 лет. Это по социальному проектированию, это рамки, которые устанавливает Росмолодежь. За последние годы число грант-обладателей в Карачаево-Черкесии выросло в 4 раза. И с работой молодежного проектного офиса мы достигнем больших результатов, уверен руководитель проекта. Алихан Непшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Супружская чета Хаджимурата и Фатимы Макаовых из аула Зиюка встретила эту золотую осень золотой годовщиной совместной жизни. Вот уже 50 лет супруги идут по жизни рука об руку, заслужив своим достойным примером и добрыми делами громкую славу не только в родном районе, но и всей Карачаевой Черкесии. Листы семейного альбома Макаовых вместе с гостями празднество перелистала и Фатима Даурова. В этот особенный день Хаджимурат Якубович и Фатима Хаджи Смеловна Макаовы во дворе своего дома встречают дорогих гостей, которые пришли их поздравить со знаменательной датой. Сегодня вы наши юбиляры. Нам очень приятно, что мы сегодня с такой хорошей миссией пришли к вам. Поздравляем вас, желаем вам долгих лет жизни. Вы всегда были примером в этом ауле, в нашем районе. Большой вклад внесли своей деятельностью. Мы желаем вам, чтобы ваши внуки, ваши дети также продолжали этот путь. Дай Бог, чтобы вы еще сто лет прожили. Солидный супружеский стаж – повод для гордости. Год за годом супруги Макаовы вместе преодолевали сложности, решали вопросы, учились понимать друг друга без слов. Их союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. Они поддерживали друг друга во всех начинаниях и всего добились в жизни именно благодаря этой поддержке, стараниям и труду. Сила нашей семьи – это дружба, это любовь, это уважение друг к другу. Как полагается на Кавказе, чтобы младшие уважали старших, старших уважали своих детей, чтобы любили дети, чтобы они хорошо учились, чтобы они любили своих родителей, своих предков, чтобы не забыли особенно предков. Семейная жизнь не обходится без испытаний. Семья Макаовых – не исключение. Хаджимурат Макау всю жизнь посвятил развитию сельского хозяйства в родном районе. Начинал трудовой путь с должности зоотехника в колхозе Путилича. А на пенсию его уже провожали в качестве директора коллективного хозяйства Зиюковская. Под стать ему и его супруга Фатима Хаджи-Исмеловна – представительница прекрасной половины человечества, в которой так тонко уместилось умение быть замечательной матерью и хозяйкой дома с деловым характером руководящей женщины. Находясь на должности главы администрации Хабецкого района, она принимала сложные решения, которые благотворно влияли на его развитие в целом. Деловой решительный характер на работе тонко сменялся материнской нежностью и любовью в семье. Полвека Хаджи-Мурат Якубович и Фатима Хаджи-Исмеловна рядом друг с другом и в радости, и в горе. Золотые юбиляры отмечают. Универсального рецепта счастья нет. Он ведь у всех индивидуальный. Женщина – это основа семьи. И самое главное, какая женщина, такая семья будет. На 90% все зависит от женщины. Она должна тонко чувствовать мужа. Она должна тонко чувствовать детей, потому что общее между ними вообще все должна создавать женщина под атмосферу в доме. Драгоценной наградой для них является семья. Они вырастили и воспитали четверых детей. Сегодня дом Макаовых наполнен уютом и теплом. Замечательных бабушку и дедушку радуют счастливые голоса многочисленных внуков и внучек. Всегда она была примером того, какой должна быть женщина. По крайней мере, для меня точно. Я считаю, что она образец всего. Работающая женщина, любящая маму, любящей жены, самой замечательной бабушки. Мне кажется, она воплощает в себе все то, что поэты, художники, когда говорят «настоящая женщина», я считаю, что она и есть символ настоящей женщины, к которой мы все должны стремиться. Я пытаюсь сделать, но получаться или нет – это уже второй вопрос. В свои 83 года Хаджимурат Якубович лихо отплясывает зажигательную лесгинку в паре со своей внучкой. Красивая картина. Замечательный итог танца длиною в 50 золотых лет. И если верно, что супругов соединяют небеса, то эту пару подбирали с большой гарантией качества и любви. Фатима Дурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Пункт проката технических средств реабилитации на базе городской больницы Черкеска было передано инвалидное кресло от депутата парламента Карачаева Черкесии Игоря Гонова для того, чтобы помочь пациентам, людям с ограниченными возможностями здоровья. Со дня открытия пункта проката было выдано 30 средств для технической реабилитации. И, как показывают отчетные данные, самым большим спросом пользуются инвалидные коляски и трости. На данный момент в наличии есть одно детское инвалидное кресло. Специалисты пункта проката отмечают, что такие благотворительные пожертвования могут помочь как можно большому количеству людей. Хочу поблагодарить от имени Министерства труда и социального развития КЧР нашего депутата Гонова Игоря Яхьяевича за такой, скажем так, добрый шаг людям навстречу, людям непростым, с ограниченными возможностями здоровья. Каждый вклад ценен. Огромное спасибо отдельно партии «Единая Россия» за такую возможность в расширении того ассортимента технических средств реабилитации, которые у нас имеются на сегодняшний день. Огромное спасибо. И в нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии сегодня мы расскажем о работе вневедомственной охраны Хабецкого района Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова побывала у них в гостях и вникла в специфику работы. Зенит 551. Ответьте пятому. Зенит 551. Как проходит связь? На пятерку. Принято. Для обеспечения максимально эффективной защиты вверенных объектов работа вневедомственной охраны Хабецкого района четко структурирована. Такой подход позволяет выполнять возложенные обязанности и добиться максимальной скорости реагирования на возникающую для охраняемых объектов опасность. Слава Богу, с 96-го года работаю. Ни одной кражи, даже попыток таких не было, потому что сотрудники групп задержания ежедневно, ежечасно проводят объезд территории по маршруту патрулирования с включенными проблесковыми маяками. Ну, это, грубо говоря, отпугивает потенциально преступников, которые хотят там погаситься на объект. Дород видит, что группа задержания работает, люди ездят, что объект охраняется, и они, естественно, совершают остановки. 5-6 минут возле охраняемого объекта делают остановки. Поставить квартиру или частное домовладение на охрану по карману даже человеку с небольшим доходом. Для обычных граждан стоимость такой охраны чуть больше 300 рублей в месяц. Договор может заключить любой человек или организация. Ограничений нет. Росгвардия будет охранять и крупный торговый центр, и маленький ларёк, и частную квартиру, и машину. 31 объект и 30 мест проживания, хранения, имущества граждан. Ну, это квартиры, домовладения, гаражи. Группа задержания одна, два сотрудника в круглосуточном режиме работают. И стационарный пост Хабельской межуронной прокуратуры, пост охраны объекта называется, тоже в суточном режиме, сотрудники вооружённые, экипированные. Ну, для работы всё, что необходимо, нам руководство предоставляет. Так что сотрудники обеспечены всем необходимым для выполнения своих каждодневных обязанностей. Житель аула Хабельс Арсен Хамдохов уже не первый год сотрудничает со вневедомственной охраной, доверяя ей защиту своей недвижимости. Копию паспорта принесли, и что у вас конкретно поменялось? Прописку поменяли? Прописку поменяли, просто из-за этого я заметил. Всё понятно. Ну, тогда доп. соглашения сделаем, и вам уже на подпись принесём. А так по охране вопросов есть у вас? Нет, по охране вопросов нету. По время сработок, по время приезжают. Ребята доволен всем. Всё понятно. В этом месяце у нас по плану учебная тренировка должна быть. Скорее всего, к вам, наверное, уже выйдет, и совместно проведём тренировку. Очень удобно. Когда выезжаешь, вот охрану поставил, уже не беспокоишься за всё, за своё домовладение, за свою квартиру. В этом году точно так же выезжал на отдых вместе с семьёй. Охрана осуществлялась на высшем уровне. Каждое утро экипажи вневедомственной охраны выходят на маршрут патрулирования. Стражи правопорядка, оценивая обстановку, подмечают всё вокруг. И когда дежурство заканчивается тишиной и спокойствием, это для сотрудников ОВО особенная радость и гордость за проделанную работу. Фатима Доурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Карачаево-Черкесия завершились двухнедельные сборы МЧС России с лётным составом авиационных формирований. Специалисты авиационно-спасательного центра МЧС, спасатели из всех отрядов страны, в том числе подразделения республики, отрабатывали навыки по спасработам в горах и на акватории. Плазаром для работы на воде стало Кубанское водохранилище. В сборах приняли участие вертолёты Ми-8, Ка-32, самолёты Б-200 и Ил-76. Подробности смотрите завтра в итоговой программе «События недели» в 8 часов утра. На этом субботний выпуск Вестей подошёл к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!